Всем привет дорогие друзья, с вами Феостун и мы вновь играем в Decision Medieval. Кто-то в комментариях спрашивал, а я такой, да, я хочу пройти эту игру до конца, но была, ребята, одна проблема. Из-за вот этой хакерской атаки мне пришлось переустановить Windows, мне пришлось форматировать все свои жесткие и сохранение по этой игре, я не знаю, где их там надо было выпиливать, сохранять, ну короче, сохранение по этой игре у меня пропали и мне пришлось заново полностью играть. Я поиграл и я даже продвинулся гораздо дальше, нежели чем это было в моих предыдущих видео. Как видите, у меня уже 33 день, ну я все равно так не умел, мне кажется, продвигался вперед медленно, но тем не менее, у нас теперь наши три квартала более-менее развиты. В первом квартале у меня вообще минусовая угроза, ну то есть минусовой уровень увеличения угрозы в день и при том, что сейчас 30% угрозы, за 30 дней эта угроза спадет на нет. В остальных кварталах с угрозой помощнее, ну тут плюс 6%, здесь уже 0%, но здесь еще шахта не развита, то есть будем поднимать шахту, будет подниматься уровень угрозы, надо будет опять поднимать средства обороны, этим мы сегодня и займемся. Также я открыл ряд мастеров, почти всех, мне осталось открыть только мастера мудрости и мастера войны. Я не знаю, стоит ли сейчас рассказывать все скиллы, я наверное их расскажу по ходу того, как мы будем сражаться, которые мне дали новые мастера, это вы как бы в бою и так увидите. Единственное, что скажу, у меня вот здесь открыто два вида брони и я их не качал совсем, потому что я предполагаю, что вот с мастером мудрости мне откроется третий тип брони, самый крутой. И вот ее-то, на нее я и солью все золото. Вот эти два броника я на самом деле даже не вижу сейчас сильного отличия, смотрите, если вот так брать первого уровня, когда они, у этого 8% брони, а у этого 10% брони. Разница небольшая, но при этом разница в скорости бега значительная. Ну, наверное, когда их прокачаешь на максимум, там и разница в процентах брони тоже будет приличная, но на раннем этапе нет. Но я решил вообще никакую броню не качать. Откроется мастер мудрости, тогда будем качать его броню. Также мне нужно еще открыть мастера войны, но чтобы его открыть, нужно открыть разные достижения. Во-первых, нужно найти всех мастеров, то есть нам нужно будет найти мастера мудрости. Нужно заманить в ловушку 50 врагов, а ловушка это как раз тот навык, который мастер мудрости откроет, то есть без мастера мудрости опять же никуда. Ну и нужно отравить стрелой 50 врагов. Это у меня уже есть. У меня есть стрелы ядовитые, очень крутой навык. Он заставляет зомби впадать в ярость и бить всех вокруг. То есть если у тебя есть такой огромный агрессивный зомби, ты его травишь, он начинает валить всех зомби вокруг. Ну, как бы поменьше. Работает очень эффективно. Так, ладно, ребят. Что, пойдемте, наверное, сразу от слов к делу. И по пути я тут буду, наверное, что-то рассказывать. У меня, кстати, сейчас, вот видите, я понял, что такое угроза в регионе. Вот сейчас у меня угроза, ну, не такая значительная. Вот, допустим, здесь 22%. Я помню, я недавно пытался построить в этом районе башню, и у меня никак не получалось. И я думал, что, ну, наверное, чем дальше ты строишь башню, чем круче она, тем сложнее. Потому что я реально, я целый час переигрывал и никак не мог одолеть зомби. А дело было, на самом деле, в том, что у меня в этом районе была высокая угроза. И из-за этого зомби были мощные, и просто моих сил не хватало, чтобы с такими мощными зомби справиться. Я потом просто выполнил пару квестов на снижение уровня угрозы. И запросто потом башню построил, и там зомбаки уже нападали не такие значительные. Даже вот, ребят, посмотрите, как это было сложно, но зато легче было зарабатывать деньги, да. Потому что мощные зомби, это, как бы, за них и монет дают побольше. И при высоком уровне угрозы зомби самих по себе очень много на территории. И в этом плане, ну, может быть, высокий уровень угрозы, он этим, наверное, как бы приятен. Да, тебе тяжелее, но тебе легче зарабатывать деньги. Больше зомби, за них дают больше денег. Поэтому высокий уровень угрозы на территории, это не всегда, ребята, плохо. Так, ну, ребята, что, давайте тогда повысим маленький уровень угрозы в нашем рабочем квартале сейчас, да. Тем более тут и так не ползет. Сделаем, чтобы ползло. Поставим здесь шахту. Этим мы сейчас и займемся. Ну, точнее, как поставим. Она уже есть, да, там небольшая. Мы просто ее сейчас улучшим, чтобы она приносила больше доходов. О, смотрите, я могу, смотрите, сесть за эту. Так, так, погоди. Орлиный глаз. О, собака. Они в шахту бегут, ребята. Блин, это, это фигня. Ну, короче. Я впал в ярость. Не шутите со мной, когда я в ярости. Ну, это вот эти сейчас зомби идут. Они, видите, они все слабенькие. Они начального уровня. С ними легко справляться. Если бы здесь уровень угрозы в территории был выше, то вот мне тогда было бы не так просто. Давай, прыжок. Прыжок. Давай. Ну-ка, стой. Куда ты? На шахту решил отправиться? Наш герой прям стал вообще. Он может в толпу теперь запрыгнуть, раскидать. Так, ну что, мы шахту здесь улучшили. Уровень угрозы уже 39%. Давайте, наверное, поставим сейчас все-таки здесь еще одну башню. Шахту пока что развивать не будем. Или, может быть... Давайте качнем, качнем солдат. По-любому надо и то, и то делать. Поэтому будем балансировать. А, чтобы качнуть солдат, надо, чтобы они сами убивали зомби. Поэтому какое-то время я просто буду в роли такого танка, который будет помогать им, ну, как бы, чтобы их не сильно лупили. Они там, пускай это, справляются. Всяких псов буду от них откидывать. Вот этих просто пока что на себя отводить. Блин. Отстанет моего лучника. Я пока потанкую. Это... То, что он упал, он не умер. Просто ему, ну, как бы, значительно надамажили. Через какое-то время он встанет на ноги. Можете, как бы, за него не переживать, ребята. Вот, видите, встал. Так, собаку я убью, наверное, с ней тебе будет тяжело. Вот этих я потанкую. Ну, давайте. Еще пять зомби надо, чтобы они вместе убили. Наши стражи. Вот такая вот забавная миссия. Надо, чтобы именно они делали фраги, а не ты. Ну, в принципе, все. Они сейчас вот этого убьют. Остальных я могу уже сам раскидывать. Давай! Птищ! Птищ! У меня, видите, я теперь могу на шифт делать рвок к врагам. Сбивая их с ног. Очень хорошая способность. Особенно, знаете, здесь есть иногда вот, как бы, толстые враги, к которым подходить опасно. И вот к ним лучше так сразу подошел, сбил их с ног. И все. Ну, как бы, разговор короткий. Пока они валяются, ты им там накидываешь. Где-то еще два зомбака есть. Так, 900 монеток нам дали. Не густо, но зато мы повысили обороноспособность этой территории. И видите, у нас, кстати, смотрите. Напали на нашу территорию, на наш начальный квартал. В чем фишка? Нападения, они происходят периодически. Но насколько сильным будет это нападение, зависит именно от уровня угрозы на территории. И, наверное, если вы, ну, как бы, слишком запустите угрозу, ну, сделаете так, что на какой-то территории будет там угроза выше 80%, то у вас есть все шансы не сдержать натиск врага и, как бы, наверное, потерять территорию. И, скорее всего, ее потом придется отбивать назад. Я вот, правда, не знаю. А если ты, допустим, отбил территорию? Ну, то есть не то, что ты отбился от зомби, а именно они у тебя забрали территорию, а ты отбил ее и вернул себе назад. Что в таком случае? То, что ты на ней уже строил и развивал, оно вернется с отбитиям? Или придется потом все заново делать? Я надеюсь, что нет. Может, все-таки... Давай бочку, бах. На этой территории не хватает башни лучников. Тут, видите, вы можете строить там баллисту, да, катапульту. Вот этот вот шарик, который летит, взрывается, это от катапульта. Эта мощная стрела, это от баллиста. А еще можно поставить лучников, они просто как пулемет, так в рассыпную стреляют, три лучника. И, как бы, приятно, когда у тебя все три вида башен установлено. Ну, мне так кажется. Можно, конечно, попробовать установить там миллион лучников, и... Наверное, будет больше стрел. Что, все? Миссия выполнена. Можно еще пока там... Ну, ладно. Можно было успеть какую-нибудь бочку жахнуть, получить золото. Ну, да бог с ним. Так, территорию отбили. Давайте теперь, наверное, по поводу вот этой территории. Здесь угроза, смотрите, опять же, не растет сейчас. Давайте сделаем, чтобы росла. Еще раз улучшим шахту. У меня, видите, поскольку мы в этой территории наняли охранников, мы это сейчас вместе с вами сделали, они сейчас будут мне помогать защищаться. То есть, вот они со мной, эти охранники. Так, давай прыжок. И это... Кто там пытается обойти меня? Охранник, вот у нас есть лучник. Лучник, ты видишь, что там башня есть? Ты бы мог на эту башню залезть, допустим. Подлище, смотрите, как красиво. Не, вот этот прыжок, это грамотная вещь. А, смотрите, у нас уже появились враги посерьезнее. Так, знаешь что? Я сделаю... Я вот этого большого сейчас ядовитой стрелой... Погоди. Я его сейчас отравлю ядовитой стрелой, он будет мне помогать раскидывать эту всякую мелочь. Он как бы не мой друг, но он сейчас... И мне не друг, и им не друг. Так, я себя не вижу. Такая толпа. Куда ты еще? Они, знаете, еще эти сдрыки? Так, погоди, где-где-где я? Подыщ. 70% защищено. Но, видите, уровень угрозы поднялся, и насколько тяжелее стало... Мы выполняем, по сути, ту же миссию, которую мы делали до этого. Но сейчас из-за более высокого уровня угрозы делать это гораздо сложнее. То есть, конечно, проще вот такие всякие миссии выполнять, снижая предварительный уровень угрозы. Так, знаешь что? Давай... А, он и так... Это все тот же здоровяк, яростный. Я думал, это уже какой-то другой, но нет. И он продолжает тут бить всех вокруг. Я продолжаю бить всех вокруг. Такой вот всем я не друг. Можно давай вот так смог сбить. Слушайте, какой здесь... Смотрите, наемники, они до сих пор живы. Я думал, что они уже давно погибли. Они, может, вообще бессмертные? Ну, как бы, типа, могут упасть, отжаться, заново продолжать битву. Ну все, мы защитили. Но смотрите, сколько здесь фарша мяса. И на самом деле, мне приятно устраивать такой фарш, потому что каждый убитый зомби — это деньги, да? Ну, вы помните, как мы до этого сражались здесь, и как мы сражались здесь сейчас? Вот сейчас здесь очень много фарша, мяса, и... Много денег, соответственно. Уровень ярости еще увеличился на этой территории. Вот смотрите, сейчас я могу попробовать установить башню, но при уровне угрозы в 70% построить здесь башню будет довольно-таки сложно. Я могу, конечно, попробовать... А, погоди. А я не могу построить здесь башню. Я, похоже, уже максимальные башни здесь построил. Я могу, только знаете что? То есть я бы мог сейчас подраться, чтобы снизить здесь уровень угрозы в этом квартале, но я хочу поступить иначе. Я построю ворота. Это делается моментально, без моего вмешательства. За 80%. Я построю стрельницы за 80%, пока это не очень дорого. Ну, как бы, это мне поможет. И я сейчас попробую натренировать еще здесь солдат, при этом не снижая уровень угрозы. Хотя это может мне аукнуться. Знаете, каким образом? Если я сейчас, ну, натренирую солдат, а потом бах, на меня будет нападение на этот квартал, с уровнем угрозы 70%, мне будет сложно отбиться. Но я хочу сейчас рискнуть и именно посмотреть, насколько нам тяжко будет сейчас, ребята, здесь тренировать солдат при таком уровне угрозы. Ну, по крайней мере, по крайней мере, натренировать солдат это не защитить вход во время строительства башни, потому что, когда ты защищаешь вход, у тебя определенное количество воинов прошло внутрь, и все, ты проиграл. С тренировкой солдат, маленько иначе, я думаю, они, мне кажется, они все-таки бессмертны. И поэтому... И поэтому, по-моему, эта миссия будет, ну, просто как бы легкой. Слушай, а почему... Я не знаю, я думал, сейчас будет прямо тяжко. Я даже зомбаков не вижу. Ну, как бы и зомбаки низкого уровня. Я думал, высокая угроза, как бы сложные зомбаки. Ну, хотя вот зомби-мясник есть, это уже зомби посложнее. Но все равно, тут должны даже вот эти зомби-здоровики, по идее, быть. Блин, мне звонят, да? Вы слышали? Как здесь пауза есть? А вот, пауза. Так, ребята, я вдоволь наговорился. Давайте продолжим. Ну, и что, осталось еще три зомбака. Я даже уже вот этих задних могу раскидывать. В принципе, все. Можно сказать, миссия выполнена. Я хочу, ребята, как можно больше игрового прогресса успеть вместить в одно видео. Поэтому многие, видите, миссии стараются там добивать уже за кадром. У нас, кстати, угроза растет вот в этих двух кварталах. Здесь вообще плюс шесть за день. Здесь как бы плюс один. На самом деле, по-хорошему, мне все-таки надо скинуть угрозу. Ну, потому что уже здесь семьдесят. Здесь уже пятьдесят два. Но давайте я не буду скидывать. Давайте я просто еще раз что-нибудь прокачаю. Могу я еще раз? А, у меня не хватит денег, чтобы солдат прокачать, да? Ну, давайте тогда, знаете, как я сделаю? Давайте тогда... Кстати, знаете, чем плохо, когда высокая угроза? Из-за высокой угрозы падает сильно производство на территории. То есть у меня сейчас и здесь, и вот здесь, как бы, производство такое просевшее. Ладно, мы разочек сбегаем, сейчас зачистим эту территорию, чтобы здесь скинуть угрозу, потому что все-таки это опасно, когда она высоко поднимается. О, смотри, это что? Орк-волк. Впервые вижу такое. У нас что здесь? Угроза орков, что ли, нынче на территории? Ну, всего, смотрите, надо 50 врагов здесь накидать. Ну, ничего, справимся. Тем более у нас такой хороший кортик, который наносит, приносит много денег. Давай, быдыщ! У нас еще есть задание, да? Отравить определенное количество... Так, погоди. Отравить определенное количество целей, я думаю, может быть, пока что воспользоваться воспользоваться тем, что у нас несложная миссия. У тебя есть один выстрел, чтобы поразить цель. Ну, что, он уже дурной, но он продолжает бегать за мной. Беги за кем-нибудь другим. Вон, видите. Я думаю, сейчас воспользоваться тем, что у меня эти отравленные стрелы есть квест, и просто поотравлять маленьких зомбаков. Как бы, так сказать, выполнить квест. Вон, кстати, видите, здоровый зомби. Вон, кстати, знаете, в чем его прикол? Он умеет бочки брать и кидать. Я хотел сейчас это... Я вроде... А, я даже сделал прыжок, и я прыжком, кажется, ушел от его бомбежки. Или, я не знаю, мне показалось. Ну, я сейчас помаленьку буду отравлять врагов, чтобы чисто набить себе портфолио отравленных врагов в этой миссии. Ну, так вот мы здесь распорядимся. О, все, ребят. Достижения отравителей выполнены. Я здесь бегал, бегал, травил, травил. Теперь я могу спокойно с кортика раскидывать. Вот, смотрите, этот здоровяк. Просто подходим к нему, хлоп, вот так его с ног сбиваем своим рывком. Когда он встает, можно отойти, типа нафиг. Можно опять прыжок. Ну, кстати, прыжок не сбивает с ног, да, в этом плане. Но он бьет прямо больно, то есть к нему лучше не подходить. Он еще, видите, какой рывок делает вперед иногда. Ну, вот так вот его с ног сбиваем и бьем, и это максимально эффективно против этих всяких здоровяков. Ну, на самом деле, еще эффективнее их ядовитыми стрелами травить и заставлять их бить ваших врагов. Ну, это когда, когда вам не жалко. Ну, то есть, как бы, понимаете, каждый враг, которого убьет зомби, я не знаю, вы за него вообще получите деньги? Ну, даже если и получите, то, наверное, не полную сумму, не так, как если бы вы сами с кинжала зарубили. То есть, это, ну, не так экономически выгодно, поэтому я часто, хотя и могу, но не прибегаю к этому способу, а используете травящие стрелы только в тех миссиях, где, ну, действительно сложно, много врагов, они лезут со всех щелей, и мне нужна поддержка, и тогда можно какого-нибудь бугая ввести в ярость. Ну, уровень угрозы маленько скинули, зато вот здесь у нас идет нападение, нападение при 58% угрозы. Ну, у нас там ворота, более-менее, да, что-то качано, башни, так что я не думаю, что будет сложно. Тем более 58 это, я не знаю, не 80. И у меня тут, видите, у меня тут есть лучники, они такие, как пулемет, выдают очереди. Но у меня здесь нету баллиста, но зато есть катапульта, тоже стреляет редко, но метко. Вот так просто в центр можно, бабах ее, она как бы неплохо раскидывает. Но я стараюсь отстреливать вот тех, кто ближе придвигается, как бы не обращать внимания, кто там в задних рядах, не метить в центр, можно вот эту бочку. Слушайте, а у меня же ворота должны были быть, они уже их сломали так быстро. Когда у ворот враги, кстати, вот плохо, что их трудно достать, я уже не могу так близко бить. Все, отбились. 99 убийства в минуту, почти сотка, ребята. Чуть-чуть не хватило. Кстати, за эту миссию много припасов дает, вы видели, да, 114 припасов нам сразу накидали. Ну что, давайте их куда-нибудь потратим. Вот здесь у нас вот плюс 6 процентов, да, в сутки. Там хотя бы всего лишь плюс 1 процент. Я вот здесь могу башню построить за 3 сотки. Да, давайте я башню построю. Так, мы прямо сейчас, да, в этом квартале бились, и, по-моему, у нас лучники, катапульты есть, нам баллиста не хватало для полного счастья. Сейчас будет, кстати, тяжело это сделать, потому что здесь уровень угроз довольно-таки большой в районе. Ну, попробуем. У меня теперь есть такие ядовитые стрелы. Я могу вот этого здоровяка отравить. Вот, отравил. Он теперь будет моим помощником. Это главное. А тут мои охранники уж как-нибудь справятся. Выдыщ. Давай здесь раскидываем. Блин, сколько волков здесь. Отводите все от нас. Так, погоди, погоди, надо вырваться. Вот этого здоровяка, я не знаю, получилось отравить, нет? Я что-то там пытался. Давай туда прыгнем, в эту гущу, его с ног собьем. Но вообще надо отсюда вырываться. Так, используем свой бег. Так, кого-то я там отравил, но, по-моему, не того, кого хотел. Ладно, прыжок в гущу, а что делать? Надо как-то их отводить от стен. Но пока нормально, 80%. Но главное еще самому не умереть. Так, кого-то я там отравил. Можно я вот так вот куда-то. Погоди, погоди. Вырываемся отсюда. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Погоди. Кажется, задание выполнено. Еще главное, не все зомбаки убиты, а задание выполнено. Смотри, удаст здоровый остался. Че ты, че ты рыпаешься? Думаешь, такой здоровый, значит, все можно? Моя охрана. О, смотрите, х2 деньги за него еще я получил. А почему? Может, за отравленного врага х2? Может, он мне... Я не знаю. Я раньше не припомню, чтобы мне х2 за что-то давали. Так, ладно, больше, видите, здесь вокруг ничего нету полезного. Так что уходим. Так, ну... Погоди. Так. Плюс 1 здесь уровень угрозы и здесь тоже плюс 1. Сейчас вот вообще идеально. Еще скинуть ту, которая есть и будет вообще отлично. Мы можем здесь еще натренировать, кстати, солдат за 7 тысяч, чтобы уровень угрозы шел в минусы, чтобы больше об этом районе не париться. Давайте так и сделаем. И, кстати, пока мы... Ну, мы потратим 7 тысяч на тренировку, но мы все равно какие-то деньги здесь на территории заработаем, да? У меня, смотрите, уже 2 лучника, 2 воина. Сейчас будет еще проще выполнить этот квест. Я даже не вмешиваюсь, пока они не набьют свои 34 фрага. Ну, так, максимум где-то на себя отвлекаю зомбаков, что ли. Ну, вот, собак могу откинуть. Кусачих. Видели, как он прямо... Шух! Прямо на скорости врезается. Осталось 20 зомбаков. Кстати, мы вроде оттуда пришли, они все равно здесь уже тут как тут эти зомбаки. Этого могу снова сбить, они его сами добьют, пока он лежит. О, вот это вот. Ладно, этого я сам заберу. За него же денег еще дают прилично, поэтому не против, если я этого убью. вам же главное количество, а не качество. А мне главное качество. Там еще в спину подходит. Все, им осталось троих убить. Я думаю, они тут справятся. О, смотрите, вот этот вообще здоровый. Это типа как тот здоровый, только он еще и в броне. Да, блин, я к нему подойти не могу. 130 монет за него дали. Неплохо. Ох, ты же, блин, бочками кидаешься, да? Кто тебя только этому научил? Блин, бьет он реально больно. Блин, они его добили. Я думал отойти, подождать, пока у меня откатится этот рывок, чтобы его забить с ног. Они его добили. Мы так вообще с ними не договаривались. Так, ребят, миссия выполнена. И знаете, чем это хорошо? Это хорошо тем, что я могу про вот эту территорию в принципе теперь забыть. Здесь максимально раскачанная шахта и уровень угрозы идет в минус. То есть она со временем сама упадет на ноль. Я могу сюда не вмешиваться. Теперь еще вот здесь я тоже. Ну, в принципе, плюс один это мало. Можно, ну, как бы, можно раз в 30 дней там, как бы, зайти скинуть угрозу. Ну, здесь сейчас минус 11 производства. Да мне даже производство, если честно, уже не так нужно. Ну, как бы, я думаю. Ладно, давайте, знаете, как я сейчас поступлю. Здесь минусовая угроза, здесь угроза уйдет сама собой, а вот здесь как бы угроза все-таки растет, и мы здесь воспользуемся сейчас вот этой атакой с башней. Мы как раз откроем себе новую территорию, я так понимаю, и заодно понизим уровень угрозы в этой территории. Слушай, зомби какие-то, они даже, они даже не делают вид, как будто они хотят напасть на наши ворота, они что-то просто входят сами по себе. Я могу, в принципе, пока что отвлечься даже вот эти бочки по краям поуничтожать, потому что за них деньги дают, потому что зомби что-то, ну, вообще какой-то фигней заняты. А, это, видите, это не та миссия, где тебе надо защищаться, да, это просто расчистить соседний квартал, поэтому вот зомби здесь, они как бы просто как ходячие мишени, бесцельные, бродячие. И мне интересно, вот это снижение уровня угрозы, это считается на мой квартал или на соседний? Не, это все-таки на мой. Смотрите, в моем квартале упала угроза. Я, кстати, могу даже сейчас еще, а нет, туда не могу. Вот этот квартал, это я, похоже, вот только из этого квартала смогу открыть. Ну, ладно, ну, у нас открылся новый квартал. В принципе, давайте его развивать. Здесь у нас уже и так все хорошо. И еще чем хорош этот новый квартал, тем, что именно в этом квартале, я так понимаю, мы должны найти вот этого мастера. Смотри, у меня тут стены вовсю помогают. Как говорится, дома и стены помогают. Ну-ка, давай. Пудыщ! Блин, мне так этот прыжок нравится. ты еще жив? Нет. Ну, теперь нет. Блин, хорошая игрушка. Вот переиздать бы в хорошей графике, да, цены бы и не было. пудыщ! Пудыщ! Вот сейчас уже все вообще не сложно Не, бывает, да, сложно видеть, когда высокий уровень угрозы в районе Но если этого не допускать, то в принципе нормально Мне кажется, знаете, какой еще должен быть, ну как бы Мне кажется, тут есть еще какой-то уровень сложности, который по идее вроде как сложнее Но он открывается только когда ты пройдешь игру Мне кажется, ну как бы, если вот такой добавлять, прямо высокий уровень сложности То там должно быть ограничение какое-то, за сколько дней ты должен справиться И с каждым днем как-то зомби должны становиться сложнее и сложнее Что может быть даже не так, что тебя ограничат в количестве дней, за которые ты должен справиться Но просто зомби будут становиться все сложнее и сложнее с каждым днем И как бы тебя сам уровень сложности будет вынуждать пройти игру за определенное количество дней Иначе будет слишком геморрно и, ну, вплоть до невозможности Вот что-то типа того, вот это было бы прикольно Так, ладно, пойдем со мной, бро Нам надо спасти одного мирного жителя, да? Одного тебя Так, ладно, погнали У нас, смотрите, там у нас Тайничок Орлиный взор Теперь он такой крутой Сразу все покажет, где что Вот здесь у нас где-то еще тайничок Не будем проходить мимо А я все на вот этот шкафчик заглядывался Думал, может в нем что? А в нем ничего, но вот рядышком, как видите Это точно пустая конструкция? Я таких просто раньше не встречал Интересно, вот эти зеленые сверху Это зомбаки или это наши ребята? Это, похоже, наши ребята А вот это зомбаки О, смотрите, он тоже умеет прыгать, как я Офигеть Только я должен уметь прыгать Это не честно Так, зомби повалили со спины Все, справились здесь Может вас к этой двери подвезти? Я не знаю Спасти вас куда? Надо привезти, чтобы вы спаслись Так, ну вот, в принципе, все, ребят Миссия выполнена Я тут всех спас Всем помог И у нас открыт новый мастер Вот что самое главное Ты уже видел орков? Мы думали, что наш главный враг Это живые мертвецы Но выходит, что В другой части города Очень много орков К счастью, они ненавидят зомби Извлеки из этого пользу Ну да, я знаю Можно стравливать орков с зомби Но на самом деле Мне проще Просто Убивать и тех, и других И зарабатывать больше денег Деньги наши все И у нас уже есть 17 тысяч Ребята У нас есть как раз новый квартал В который мы можем эти деньги Впуливать Здесь угроза сама упадет Здесь угрозы уже нет Как бы все окей Так, ладно Я думаю, в первую очередь Давайте посмотрим нового мастера Ты еще Погодите Как так не обнаружил? Я же привел мастера В таверну Как это не обнаружил? Ты еще не обнаружил Что за глупости? Все, я уже обнаружил Так, ладно Мне казалось, что мне даже достижения давали За нового мастера Ладно, куда тогда потратимся? Давайте Маленько качнем ярость Вот это я не использую Это я качать не буду Прыжок мне очень нравится Давайте прыжочек качнем на разочек Прыжочек на разочек Так Ну это тоже прикольная штука Но Все-таки Я бы максимально прыжок докачал И вот эту штуку Это когда он Периодически использует Круговой удар Наносящий урон всем Ну я думаю Так Давайте вот это за 7 докачаем Ну и все Пока что денег на что-то еще не остается Теперь Ребята По поводу нового квартала Нам тут подсказывают Да, что можно прокачать Но здесь нету смысла Сейчас что-то качать Здесь у нас все и так хорошо А вот здесь смысл качать есть Мы можем здесь шахту поставить Можем здесь башню поставить В принципе я бы начал Уже не с припасов Припасов и так хватает Я бы начал с Уменьшения уровня угрозы В этом районе И в первую очередь Построил бы здесь башню И Ну как бы Нанял бы стражу Но давайте этим Наверное развитием этого района Я займусь уже за кадром На какой-то прогресс еще И на открытие новых районов Займемся уже в следующем выпуске А у меня на этом все С вами был 1101 Спасибо за просмотр И до новых встреч, друзья